Девушки отдыхают На мое усмотрение, референдум нравится или не нравится, это все-таки правовое решение спорных дискутируемых вопросов. И надо правовым путем их и решать. Потому что, как мы смотрим в странах, где уже вопрос нерешенный правовым путем переходит на решение улиц, это, я думаю, никто не заинтересован, нормальный человек не заинтересован. Это пускай, что есть люди, которые в этом заинтересованы, которые пытаются именно, чем хуже, тем лучше. Но все-таки основная масса у нас, люди образованные и люди миролюбивые. Поэтому давайте решать это мирным путем, правовым путем, через референдум. О накале страстей в канун голосования говорят участившиеся взаимные упреки политиков и неподкрепленные фактами слухи. Один из них касается ручек, которые предоставляет ЦИК, будто бы они с исчезающими чернилами. До сужей разговора Арнис Циндерс считает глупостями недостойными внимания и советует избирателям не впадать в детство. Важнее другое, чтобы ручки не пропадали. У нас нормальные ручки. Ручки покупаются местными комиссиями, централизованными их не снабжаем. Но если кто не доверяет, так ради бога берите свои ручки, желательно синие либо черные, и ими тогда и отметки надо делать. Но ни в коем случае не надо уносить те, которые куплены местными комиссиями. К сожалению, я это из опыта говорю, что люди приходят и жалуются, что нечем отметки сделать, так как предыдущие кто-то положил в карман. Может, не злоумышленно, но привычка остается привычкой. Говоря о наблюдателях, он подчеркнул необходимость их присутствия, особенно при подсчете голосов и хорошее знание процедуры голосования, что предотвратит возможные недоразумения. Существует ограничение по количеству наблюдателей. На избирательном участке могут одновременно находиться не более двух представителей одной партии. Допускается их замена. Ответ на еще один наш вопрос господин Циндерс сохранил в тайне. Как вы будете голосовать? За или против? Ну, во-первых, конечно, за собой оставляю право голосовать, так как закон не предусматривает право передачи голоса. И, с вашего позволения, я буду соблюдать тайну голосования. И не разглашу, как я буду голосовать ни сейчас, ни после. Каким будет решение, зависит только от избирателей. Выбор им предстоит сделать 18 февраля с 7 до 22 часов. И не забудьте паспорт, он должен быть действительным. Спасибо. Спасибо.